всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале и в обзорах моих колод сегодня хочу познакомить вас с одной из самых моих любимых колод она у меня в рейтинге на втором месте после колоды небо и земля это колода тару сумасшедшего дома либо по-английски madhouse у меня реплика потому что оригинал для меня был слишком дорого для приобретения поэтому я купила реплику в реплике значит у меня нету книжки бумажном формате но у меня она была прислана в электронном и это было очень важно на самом деле за что я благодарна тому сайту кто делает изготавливает реплики потому что это не просто было мбк а это вот полноценная такая книга и я к ней еще вернусь она очень важно на самом деле значит в оригинале срез у карт здесь по-моему черный если я не ошибаюсь и вот такая рубашечка то есть рубашечка черного цвета и на ней мы видим сумасшедших до человечков которые падают в бездну очень интересная колода авторы и и евгений веницкий многие его знают по созданиям других колод таких как венецианская тару если я не ошибаюсь у него есть колода ленорман у него много колод но мало кто знает что в свое время он являлся художником нескольких фильмов один из самых таких известных для меня это фильм с ирины муравьем вы и самое обаятельное привлекательное он являлся художником этой картины вот в кругах таро он тоже известен по своим колодам по своим работам но автором колоды он является художником автором колоды является боже мой какое короткое то имя сейчас секунду эльза вот забыла эльза хопотниковская эльза является гранд мастером таро если я не ошибаюсь то в америке как как это называется гильдия до членов таро или как-то вот она является членом во французской аналогичной аналогичном сообществе она является секретарем то есть не простой человек много лет она тоже находится 2 книги написаны ею по таро первое ее образование филологическое и я делаю это ссылку к тому что в книге очень красиво описаны картой то есть слова подобраны таким образом что они рождают вот прям образы до воображение после прочтения книги прям играет и мне это очень очень понравилось кому интересно можете поискать информацию вот и в какой-то момент я вам зачитаю немножко из книжки и вы поймете о чем я имею о чем я говорю о чем идет речь у меня всегда в начале такое некое косноязычие а потом наверное скорее всего от волнения потому что хочу очень многое рассказать поделиться и так структура самой колоды не во первых колода как пишет автор была создана на основе герметического ордена золотой зари вот но однозначно люди которые занимаются таро они так или иначе изучают каббалу потому что древо жизни как часть каббалы она и является основой западной магии то есть в принципе все взаимосвязано особенно с того момента когда эльфас льви впервые соединил буквы иврита с древом жизни и на древе жизни были эти буквы с великими арканами таро да то вот эти две системы независимые между собой переплелись и они взаимодополняют хотя они независимы между собой вот и я значит разделила великие арканы фигурные и цифровые и объясню почему значит из чего создан созданы великие арканы ну во первых великие арканы и колода у нас начинается шута это сразу показатель английской школы которые я уже неоднократно говорила потому что французская школа начинает свой отчет от мага то есть 1 аркан во французской школе самое первое такое отличие это маг и почему это важно потому что здесь на аркане шута еще раз напомню что зеркальное отражение просто потому что мне телефон так стоит мы видим значит шут нулевой аркан и первая буква еврейского алфавита это буква алиф и вот так она пишется да и это не случайно и здесь мы видим на вот 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 в этой части великих арканов мы видим древо жизни и путь который обозначен вот это вот самый первый путь который соединяет кетерки и хесы это путь алиф и вот здесь тоже ну кроме те кто знает еврейские буквы до иврит сразу понимают что это буква и вот этого буква она соответствует как разки вот этому пути а если бы это была французская школа то здесь вот на этом пути бы стоял аркан мага и отсюда идет вот все разделение в дальнейшем этих двух школ опять-таки я говорю неоднократно в трактовке это может быть не так имеет такую важность но вот познание в понимании себя это очень важно поэтому на великих арканах мы видим буквы иврита до буква алиф переводится она как бы вообще кто у меня проходил курс древа жизни я про это подробно рассказывала буквы иврита они как это имеет в себе два смысла один смысл это как буква а другой смысл это как цифра то есть буквы можно использовать непосредственно как цифру и вот здесь вот буква алиф она имеет цифровое значение единица то есть принципе начало отсюда как раз таки получается что маг цифра один и поэтому оттуда идет во французской школе здесь цифра 1 и начинается с шута также буква иврита помимо того что они называются до произносим алиф вот как мы говорим а б и и так далее у каждой буквы помимо того как она произносится она еще и переводится так вот у буквы алиф есть ее значение она переводится как бык плюс ко всему кто проходил опять-таки древо жизни у меня знает если не самостоятельно изучаете каждое каждой буквы иврита либо если мы говорим сочетание с великими органами да у нас 22 великих аркана 22 буквы иврита они делятся на три стихии на 7 знаков на 7 планет и 12 знаков зодиака все вместе на сумме дает 22 так вот как раз таки аркану шуту помимо буквы алиф соответствует стихия воздух кто-то может сказать зачем нам эти все знания когда ты понимаешь вот эти вот дополнительные знания да например что это стихия воздуха то ты понимаешь что аркан шута он почему легкомысленный да потому что стихия воздуха его ведет движение бесконечное это дыхание отдыхание на востоке всегда сочетается жизнь да то есть мы живем согласно ведом на столько сколько нам прописано вдохов и выдохов то есть не дней и и по времени именно столько сколько вдохов и выдохов мы должны совершить то есть вот эти вот все понимания они важны что мы здесь видим когда я впервые увидела этот аркан мне показался он такой знаете достаточно странного там да то есть я не поняла о чем здесь шла речь вот и я зачитаю вам то что уговорит пишет здесь эльза секунду так найду и мы пойдем дальше я вам буду показывать арканы значит здесь отсылка идет гамлету очень прям вот красиво нарисована да мы видим человека который нагнулся символика до череп ясное дело гамлет здесь мы видим голову человека в которую так вот при поднесу закрытыми глазами сову открытую дверь вся эта символика вообще в картах она не случайно поскольку я обожаю символику вот этот эта колода вот прям одна из самых моих любимых причем на и даже и на эмоциональном плане и очень интуитивно очень хорошо считывать и вот что пишет эльза для описания этого аркана я гамлет этого дома скорби дом скорби в данном случае матхаус переводится как дом сумасшедших да как дом скорби я принц датский этого зазеркали я сгусток безумия его старт и его финиш а торгнут чуждом мне обществом где каждым встречным встречному крокодил здесь вот мы видим как раз таки на заднице да как крокодил то есть мы друг другу по сути являемся врагами крокодил готовый как привратник подземного царства откусывать людям головы и лишать их ума и души вообще здесь такие вот прям описание идут очень глубокие портрет этой мерзкой рептилии я вписал свою матрицу ну гамлет говорит и выбил на собственных ягодицах чтобы каждый раз приземляясь на них давить это чужое чудовище уничтожать его и не давать ему пожрать мое внутреннее солнце солнце я бедняга йорик не был бы столь безумен он был добрым малым и безвратным человеком каких немного дальше идет описание немножко о самом аркане то есть общее значение этого аркана это парадокс и неординарный подход к жизни оригинальность мышления эксцентричность поведения как обычно бывает по сферам то есть сфере бизнеса если выпадает и таракан это сомнительные и авантю до авантюрные формы деятельности рискованные предприятия без продолжения с разовым успехом без соответственность подходе к делам временная работа и частая смена сфер деятельности дальше есть события то есть умение найти выход из любой самой сложной невероятной ситуации жизнь грани жизнь на грани хождение по лезвию ножа риск дальше у нас идет сфера финансов сфера эмоций и особенности психического состояния то есть если мы хотим понять состояние по этому аркану то здесь нам пишет гиперактивность экстаз чрезмерная эксцентричность состояние галлюцинации иллюзии бреда и невежества и дальше как итог идет отсылка к древу сфер от к древу жизни это стремление к выходу за рамки личности да я не однократно говорил что шут у нас говорит о расширении нашего сознания значит хесси да я сказала изначально хокма я перепутала ссоре путь который здесь изображен краски соединяет кетер и хокму то есть первый из путей на древо жизни он связывает абсолютное единство кетер с той силой в которой она обретает свое первое проявление иначе начинает формировать древо во все его сложности и многообразие это путь взаимодействия единства и силы сущности и действия бытия и становления вот и дальше здесь примерно в таком же форма не формате идет речь по всем великим арканом и мы посмотрим сначала все великие великие арканы это аркан колесницы здесь мы видим путь это если восходящий путь да это у нас значит колесница идет от гибуры к бене 4 зависла 6 ладно мы видим здесь сумасшедшего до которой сидит черная кошка причем здесь черная и белая кошка да на кровати так так вам будет видно очень красивый аркан здесь звезды путь изображенный аркан башни путь здесь вот две пары тапочек до свобода желание выйти за за пределы да то есть вот здесь пара тапочка оставили вот и две птицы они вылетели то есть завершение какого-то пути до разрушения через такой неординарный путь то есть тогда вытаскивали ломали вот эти вот решетки да возможно поранились здесь отпечаток вот прям очень очень такая интересная колода аркан влюбленных это путь буква заин которая переводится как меч на знак зодиака который соответствует этому аркану близнецы здесь человек не может определиться он хочет улететь до получить некую такую свободу сила здесь изображена как врач до который сумасшедшему делают укол для того чтобы его как-то вот угомонить усмирить и он превращается вот в такого овоща и он это понимает и в некой степени до боится то есть если в традиционной колоде там девушка который украшает льва то здесь вот медсестра который украшает этого сумасшедшего аркан умеренности да где переливает из кувшина в кувшин аркан смерти аркан справедливости смотрите интересное здесь такое изображение значит здесь изображен ангел да в данном случае сумасшедшие которые все выстроились в как это ну в ширин все в сиренгу да вот и ангел дает каждому сумасшедшему свою дозу препаратов да вот она здесь разложена как шашки вот то есть перед лечением да все как будто бы равны все кто должен получить свои лекарства все получат по заслугам никто не получит больше или меньше есть такой формат аркан императора это буква х она переводится как окно да поэтому здесь мы видим то есть он настолько закаменелой да что половина его части она как будто бы вот треснула да и вот эта вот часть светлая ему серну да чтоб здесь это он в одной одна нога босая вот но он все равно остается при своем то есть рушится до лопни но держи фасон вот здесь что таком роде аркан повешенного где сумасшедший упирается даже головой в стенку хотя он мог бы двинуться дальше по коридору императрица 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 здесь конечно же изображена в таком беременны да и голая путь который соединяет значит бину и хокму буква здесь и в рита это буква далит что переводится как дверь здесь помню на заднем плане есть дверь да то есть это то условно говоря еврейская мама до которыми которая всеми управляет матриархат и братьями и мужем и всеми мужчинами в семье до любит заводить связи контакты за всеми всеми управлять такая очень властная женщина еврейской вот прям мама при так нарисована здорово это аркан солнца аркан мира да здесь девушка выходит либо входят либо выходит все зависит от того кто как смотрит из яйца аркан суда и арафант буква вов что означает гвоздь то есть настолько забить стабильность некая которая соединяет вот ее путь как раз таки соединяет небо с землей здесь у него значит это шапка сделанная из газет и мыши он стоит на одной ноге и вот все равно продолжает там что-то вещать и говорить аркан дьявола когда я его проживала это было вот прям что такое удивительное меня прям ломала как человека которому нужна была доза реально прям такая чесотка было это было это было нечто на проживание здесь мы видим до 2 головы одержимость такая аркан императрицы верховной жрицы ссоре все что здесь описано все что здесь нарисовано да все это описано в книжке почему именно вот в таком формате автор видит колоды и карты что такое то что же я заговариваю сегодня да здесь человек такой некой пассивности прибывает смотрит на луну до песок у нас вместо воды и где-то далеко в глубине рак такое знаете смирение да возьми меня аркан мага здесь мне очень нравится это сумасшедшее когда в голове на обычно здесь так рисую да вот эти вот коллеги маляки когда вкладывают всю всю энергию всю все своем как-то сказать силу активность вот так у нас голове и происходит вот это вот ментальная как раз таки активность нашей голове безусловно знак бесконечности и четыре символа стихий путь дамки от арбина и аркан колесницы колесо фортуны что же такое что меня сегодня путают так дальше мы переходим это были великие арканы малых арканах малых арканах есть такая удивительная фишка на которой изображены и на из древа смерти то есть у нас есть древо жизни и вся ее иерархия и есть аналогичная антипод это древо смерти вот если как я уже говорил не на котором на древе жизни иерархия это ангелы и архангелы то на древо смерти это однозначно демоны и архидемоны так вот великие арканы у нас находится на путях а малые арканы у нас находится на древо жизни на сферот на этих кругляшках и вот здесь как раз таки малых арканах мы видим что изображено изображены клипатические печати то есть вот все кто интересуется демонология демоны они не только что-то такое как бы сказать это та сила не только негативная да например есть демоны которые отвечают за ясновидение демоны которые отвечают за астрологию до за знаний вот здесь их изображены печати для чего это было сделано если честно я не в курсе кому это нужно опять-таки я не знаю ну вот видимо и эльза и евгений посчитали нужным это изобразить вот название да это вот тройка кубков семерка жезлов обалденно и здесь мы видим на земле знаете как этот на асфальте раньше рисовали мелками изображена здесь мама и ребенок ну то есть девушка вот такой позе эмбриона до семерка жезлов это как защита то есть единственный человек который может нас защитить только тогда когда мы чувствуем себя сто процентов безопасности это когда мы находимся в утробе нашей матери вот здесь вот если вы умеете чувствовать арканы то вот интуитивно есть вот это вот ощущение что только там я в безопасности поэтому здесь девушка ложится на асфальт на на кафель не знаю что здесь здесь вот разные еще человечки изображены для того чтобы ощутить себя в безопасности то есть настолько у нее велика тревога ну и здесь конечно же демоны и и провоцирует шестерка жезлов на прекрасный такой аркан де человеке сумасшедший здесь у нас изображен как победитель держат он назначить эту швабру вот и всегда есть то есть всегда есть лидер есть только ему подчиняется поэтому он готов изображать лошадь и при этом у каждого лидера должны должна быть своя свита который восхищается это вот эти вот руки которые здесь тянутся и при этом всегда есть велика опасность того что та же самая толпа которая тебя восхищает она в любой момент можно забить тебя камнями вот то есть победа насколько она является победой как таковой двойка монет две двери светлые темные двойственность на человек и его тень и всегда нас вот это удовольствие всегда там где светло там ясно понятно там нету интересно у нас всегда тянет здесь вот поэтому демон изображал всегда настя не там где мистической там где непонятно и там где темная вот человек разрывается на в каком направлении идти восьмерка жезлов в традиции в классике да там же слова все нарисовано как лестница вверх движение вперед а здесь как раз таки вот это вот иллюзия что ты вроде бы двигаешься да и тебе кажется что ты идешь вперед на самом деле ты вот в этом знаке бесконечности поэтому восьмерка найдешь по одному и тому же пути ну и демон который запутывает твои следы тройка мечей вообще каждое про каждую карту можно говорить очень много да ну я не стоит такой задачи можете купить колоду почитать книжку очень подробно все написано описание очень интересны шестерка кубков мы видим здесь значит двух сумасшедших один да опять таки с одним тапком танцует под пластинку что-то из прошлого четверка монет обалденная такая карта в своей смысловой нагрузки да здесь девушка женщина сумасшедшие в объятиях значит держит каких-то своих кукол смысл этого аркана что там здесь написано все психотик смысл заключается в том что жизнь настолько быстро меняется что мы не не можем успеть за ее развитием люди приходят люди уходят любимые приходят родители умирают и я настолько вот в этой панике что меня все время покидают что из того что у меня было подручного средства там из туалетной бумаги не знаю из чего из папье-маше было сделано вот эти куклы которые всегда будут со мной то есть они никуда не подеваются здесь есть верность здесь преданность здесь меня никто не бросает мне так комфортно и удобно то есть поскольку я не могу держать время в руках тоже такой глубокий смысл девятка мечей человек натянул на себе майку чтобы не видеть на глаза чтобы не видеть то что его окружает но при этом он не может спрятаться от глаза всевышнего ока семерка мечей на я здесь игра в карты хитрость чем заключается в том что я хочу тебя победить любой ценой вот и мне кажется что если я заберу твою голову ну то есть войду в твою голову да и смогу понять как ты выигрываешь и тогда я также смогу выигрывать тройка монет семерка монет туз кубков десятка кубков аркан когда при котором не все время хочется плакать пятерка монет два сумасшедших с пустыми тарелками семерка кубков шестерка мечей тройка жезлов четверка мечей туз монет двойка кубков не помню я художника у которого есть такое изображение именно человека не помню фамилию которого краски вот так вот на лицо была одежда и я просто слушал о том что тот художник нарисовал по моему свою маму которая утопилась его когда ее вытаскивали до из реки платье поднялось наверх и вот закрыла лицо и он в своих воспоминаниях об этой трагедии изобразил так свою маму и вот здесь вот такой смысл до двойка кубков пока мы влюблены да мы не видим мы не видим истинного своего партнера здесь у нас коробка и вода но при этом коробка намокнет дырки уже есть да и она развалится то есть так или иначе нам придется увидеть реальность как бы мы не убегали здесь значит кот такой хитро сидит с насмешкой что пользуйтесь моментом да пока вы влюблены все равно придет момент и вы выйдете из этих эмоций эмоции спадут вам придется увидеть реальность четверка жезлов восьмерка монет бесконечное построение карточного домика для того чтобы отточить условно говоря свое мастерство и не привязываться к этому потому что каждый день ты можешь создавать другие карточные домики девятка кубков восьмерка мечей да то есть я настолько беспомощны что меня кто-то должен кормить девятка жезлов человек скрывается девятка монет индивидуальность яркость признает в себе что я гений да опять-таки руки тянут десятка жезлов мне настолько сложно я ничего не хочу видеть что мне проще закрыться за тем чтобы нести эти стулья да то есть лицо здесь у человека закрыта закрылся за стульями восьмерка кубков побег ничего мне настолько больно наудись у тапочки даже как бы меня не провоцировал этот дьявол я демон человек отвернулся от этого мира хочет свободы да вот тень птица улететь ничего не хочу десятка монет тоже интересный смысл двойка же слов четверка кубков шестерка монет пятерка мечей на древе жизни как раз таки все пятерки связаны с гиброй да это краски самообичевание члена вредительства что является пагубным пороги так проявляется тушь мечей человек укололся розы да и жалуется неоднократно проект аркан говорит пятерка жезлов пятерка кубков сердце разбитые фотографии человек сам себя наказывает за то что потерял ту же слов молится девушка на какие-то свои желания веревка здесь виде змеи одновременно в виде свечки двойка мечей и десятка мечей тот аркан когда я впервые узнал что такое лоботомия здесь краски изображена смысл лоботомии которые использовали такой варварский способ лечения до сумасшедших вот началось по моему с эпилептиков если я не ошибаюсь почитайте кому интересно сейчас уже запретили слава богу лоботомия так это у нас были малая значит мы сказали на великих арканах у нас пути и буквы иврита изображены на малок у нас изображены демоны архидемоны да то есть печати дальше есть такая особая здесь категория не это категория фигурных арканов фигурные арканы здесь изображены великие люди известные всем которым сказать характеристика этих людей до краски соотносится с сарканами королева же жезла до фрида коло когда изучала эту колоду я прямо посмотрела фильм на нетфликсе они прям такая личность очень яркая действительно как как и сама фрида но здесь она у нас изображена королевы жезлов а вот рыцарь жезлов ее муж на он всего лишь здесь рыцарь тоже интересная личность фильме о нем рассказано пашку кубков пашку кубков у нас здесь где-то у меня здесь подсказки есть это оскар улайд сейчас где-то где-то я что-то писала когда я изучала по памяти я конечно не помню но так могу рассказать так до острова это ним тоже написано так король король жезлов король жезлов здесь курт и жабеллен да это уже сказал это жена мазер сада создателя ордена золотой зари пашманет здесь у нас фауст изображен король мечей это кроли непосредственно сам а вот в королеве дак ли уайт эдвард пай пикашу о сальвадор дали рыцарь мечей дальше через молчал скажите мне скажу сен-жер-мен тоже известный такой свое время мистик был член ордена розенгрейцев мата хари королева мечей здесь кстати изображена мари ленорман на королеве педаклей рыцарь кубков это эндри вархал такая тоже интересная личность почитайте такая противоречивая да с одной стороны человек боялся дико смерти тоже артистическая такая натура с другой стороны у него было по моему две или три попытки суицида так ну на пожезли у нас конечно же казанова кто еще мог бы быть король 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 кубков у нас этой ла изображенной а если вы помните которые которого была своя колода вот и последний фигурный аркан это рыцарь и монет да здесь вот я краски по нему прочитаю потому что из всех фигурных у меня как-то свое время очень поинтересовал то есть я не знала как рыцари кубков и рыцарь педаклей я не знала эту личность на кто эти люди вот и он меня очень здесь заинтересовал то что не могла понять какая связь здесь человека который держит этот какого череп до на заднем плане значит есть акула и вот эти вот красненькие это бабочки значит этого человека завод сейчас я найду как она его искала на это дэмьян херст можете почитать про него в интернете очень интересно дэмьян посмотреть его работы художник молодого такого поколения до который побил побил все рекорды дороговизны своих проектов его проекты какие как раз и такие вот очень необычные и смысл этого аркана в том что уметь заземлить свои идеи реализовать их его что пишет эльза по этому поводу то есть рыцарь дисков по сочетанию стихий это воздух земля то есть опять таки кто изучает древо жизни знает это что это соединение да это воздушная часть земли две стихи воздуха и земля все рыцари у нас относятся к стихи воздуха поскольку это рыцарь педакли кто и соединение стихии воздух и земля опять-таки если ты это понимаешь да тут дальше как раз ки описание этих двух стихий ты понимаешь свойства этого аркана так видно видно то есть воздух у нас говорит за ветер до полирующие скалы потому что скалы это все-таки земля воздух близкий к земле то есть это вдохновение порождаемое всем материальным смыслом до соединения дополнения что есть слава мимолетное признание временный успех или материальное воплощение мечты порхание ли это роскошных бабочек которые проживут в инсталляции один день или тяжелый взгляд акулы в аквариуме что здесь говорится про инсталляцию него есть такая работа ну вот знаете не знаю что ли это человек гений то ли это сумасшедший реально у него есть такая работа где в одном помещении было собрано несколько там по моему тысяч этих бабочек вот они были как-то там и газом что ли сделали в общем они погибли но то как они были собраны они как раз и создали некую такую композицию поэтому здесь бабочки изображены и то же самое здесь была выловлена живая акула она по моему несколько тонн там 12 метров что ли 7 метров очень такая большая ее погрузили в этот формалин для того чтобы вот эту вот композицию в дальнейшем продать поэтому поэтому она считается одним из самых дорогих художник скульптор его состояние насчитывается поскольку он в англии там многомиллиардовым каким-то состоянием или миллионным в английских лирах ну почитайте в интернете посмотрите в его работы вот поэтому здесь и написано про инсталляции в один день или тяжелый взгляд акулы в аквариуме наполненные формалином во всем важна не концепция а ее материальное воплощение то есть по сути надо верить свои мечты да и умеете их воплощать это и есть демьян херст художник побивший все рекорды дороговизны своих проектов его яркие творения смесь изящества и глянцевого блеска моды а главных очень живу земных темах жизнь смерть деньги красота замыслы его шокирует как смерть так и жизнь в его работах относительны 1 порождает другую играя с понятиями начала и конца он дает ощущение бесценной значимости бытия череп а здесь еще другая история про череп тоже расскажу череп никому неизвестного человека внезапно становится настоящим сокровищем в руках экзальтированного художника то есть здесь череп встроены в него здесь не очень-то видно драгоценности пом там даже бриллианты зубы были настоящие вделаны вот то есть инкрустированной здесь инкрустированной тысячами бриллиантов он обретает иную ценность и это покупает напоминая отчете всего сущего о безжалостном балансе на грани красоты и циничной жесткости жизни чувствуете да слог именно филолога очень красивые правильно подобранные слова которые по крайней мере у меня рождают образы тайна желание и благоговерный страх неизбежные смерти в любой момент равные по силе потребности где что кто и для чего все это откуда мы пришли куда движемся и если в этом смысл попытку ответить на такие вопросы можно найти величайших произведениях всех времен заоблачная стоимость подобных произведений искусства тем не менее весьма конкретно она позволяет сохранить границы сознания под средством магического пендакля лежащего в основе успеха и материального материального мира ну и дальше общее значение ну как и во всех аркан то есть общее значение это умение удачном один монетизировать свои таланты и способности возможность балансировать на грани между живым и мертвым драгоценным и не имеющим ценности крепкий характер умение настаивать на своем и четко придерживаться своего мнения события какие могут происходить итог медленное но постепенное улучшение дел может наблюдаться замедление застаивание и окаменение процессов или наоборот их развал но выгода и польза приходит буквально буквально от всего и вот такие вот описания очень глубокие в книге я прям читала книгу как книгу как таковую не столько для того чтобы изучить конечно же мне мало было вот то что я прочитала понять об этом человеке недостаточно я помню провела много вечеров чтобы в интернете поискать информацию что это за человек как он жил почему он пришел к тому что он делал такая знаете достаточно интересная информация оказана или кстати тоже почитать его а его жизни кто кто эти люди вообще да почему они здесь появились королева монета мадам леонорман но который здесь изображена в общем не знаю мне это колода очень-очень понравилось или например про матуха ари тоже интересно было почитать в общем все вот кстати древо жизни да здесь изображено у это и его король педакли в его колоде вот вот такая характеристика здесь была и фигурных придворных арканов не знаю наверное вам понравится эта колода так же как и мне я на ней могу делать любые расклады не обязательно расклады связаны с психологией здесь можно и на бытовые темы но вот всегда есть какая-то дополнительная информация я эту колоду всегда включаясь в нее эмоционально как-то знаете вот интуитивно и считываю вот в таком формате вот такой был обзор не знаю нравится вам мои обзоры нет следующий раз наверное я расскажу вам про колоду небо и земли вот помню есть у меня еще несколько колод которые могу сделать обзоры а я с вами прощаюсь всем пока пока